Симуляция Итак, симуляция. Симуляция переводится с латинского языка как видимость. Видимость обман. Мы здесь говорили, помните, о комбатантах и некомбатантах. Идея такая. Человек является комбатантом, но симулирует некомбатанта. Он как бы говорит, нет-нет, я не комбатант, а сам стреляет. Ну, знаете, есть такая симуляция в природе. Одни под божью коровку косят. Потому что божья коровка ее никто не трогает. И другие есть животные, которые под нее мимикрируют. Вот это симуляция. То есть человек не хочет, чтобы его убивали как некомбатанта, но хочет сам убивать другого. И он стимулирует. Это не хорошо. Значит, что понимается под симуляцией? Какие варианты? Первое. Это форма противника. Говоря откровенно, я это правило не знал. До того, как я не стал этим заниматься. Я бы чуть думал, что можно героически одеть чужую форму, подойти и всех поубивать. Удобно очень. Оказалось, что это запрещено вот этой конденцией 1907 года. Нельзя одевать форму противника и под этой формой воевать. Это не хитрость. Это вероломство. Потому что у него своя форма, у тебя своя. Хочешь воевать, а одень свой и умирай. Но не надо одевать его. Как получается действие шпионов, таких вот засланных во время Великой Отечественной войны, как со стороны немцев, так со стороны Советского Союза, является вероломство? Это нарушение конденции 1907 года. Если они вот когда в фильмах героически показывают, что наши садятся, то есть там «Мерседес уходит от погони», да, известный фильм. Там когда наши сели в немецкий «Мерседес», одели немецкую форму и ездят по кругами, по тылам немцев, это нарушение, это по идее их надо судить за это. Потому что это нарушение. Ну что значит судить? В данном случае легче происходит. Они просто выпадают из конденции. Увидели их, можно застрелить. Даже если они руки вот так подняли, сказали, все, мы сдаемся. Сдаваться есть право только у одного, и у одних потилов, и у комботан. А ты не комботан. Ты стимулировал. Все. Их сразу и расстрелили. Они понимали, они понимали куда же. Да, для меня это тоже было удивительно, я согласен с этой формой. Следующее. Капитуляция. Это я говорю, вот эти два вероломства, симуляции вероломства, они все-таки уже из второй мировой войны больше. Потому что в современной русско-украинской войне я не нашел ни первого, ни второго. Но были подозрения, что некоторые украинцы одевают русскую форму и по нашим тылам ездят, и наоборот. Но пока это не подтверждено, и об этом мы говорить пока не можем до суда, по крайней мере. Капитуляция это из этих же категорий. Есть капитуляция, есть туда же парламентарии, парламентеры относятся. Это вы берете белый флаг, подходите к противнику и стреляете в него. Очень удобно. Походите к другому, я с миром и стреляете в него. Подходите к третьему, удобно и всех пострелял. С флагом. Мне трогать нельзя, говорите вы. Это симуляция. Вы симулируете не комбатанта, а сами комбатанты. Это нарушение международного права. Но в данном случае, я насколько знаю, даже СССР это четко содержало. Судя по фильмам, СССР такое не использовал. Потому что мы часто обвиняли фашистов. Ну немцы в этом. Немцы нас обвиняли, но вроде бы говорят, что это не было сильно распространено. Потому что белый флаг – это все-таки священно. И все, человек сдается, и он хочет сами приговорить. Следующее. Это после сорок пятого года возникло. Это два английских ОН. ОН. Это Организация Объединенных Наций. У Организации Объединенных Наций есть цвет. Да? То есть, ее машины, ее самолеты выкрашены в определенный цвет. И стоит вот эта символика. ОН – Объединенные Нации. И, соответственно, воюющие стороны не имеют права использовать эту символику, прикрываясь этой символикой. Не имеют права. В данном случае есть кейс, который я вам хочу продемонстрировать эту символику. Вертолета символика ООН. РТ связался с ООН с просьбой прокомментировать ситуацию и общество нам ответили. Согласно заявлению ООН, страны, имеющие технику символика организации обязаны удалить ее, если эта техника больше не задействована в официальных миссиях. Кроме того, использование символики разрешено только в подобных миссиях, а нынешней операцией на Украине того и не является. Следующая группа Live News, которая записывала вертолеты ранее подверглась на падение со страны Национальной Гвардии и Армии Украины. По всей видимости, журналисты напитывали уже после окончания... Я не могу сказать, правда это или нет, потому что Live News ловили его несколько раз за руку. Но, опять же, исходим из того, что это правда, что украинцы использовали обозначение аббревиатуру ООН на своих боевых вертолетах при ведении военных действий. Это нарушение, в данном случае, первого дополнительного протокола 1977 года, который запрещает использовать эту аббревиатуру. Ну, тут было продемонстрировано, но они взяли кусок из этого протокола. Все по поводу использования этой символики. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Давайте сегодня в более свободной форме. Если возникает вопрос, я прошу руки поднимать, и мы сразу глиппы выводим. Хорошо. Следующее, третье, четвёртое. Ещё какую символику запрещено использовать? МКХК – Международный Красный Крест. МКХК – Международный Комитет Красного Креста. А символика у Комитета просто Красный Крест? Тогда как-то получается разъединять медицинские транспортные средства с обозначением и МКХК? А так было и связано, а не специально так связано. То есть, в данном случае медицинское и Красный Крест являются символы, запрещенные для нападения. То есть, если на каких-то объектах изображён символ Красного Креста, это или врачи, или сотрудники Международного Красного Креста. И в любом случае, и в том, и в другом нападение на это запрещено. Но о чём здесь идёт речь? Здесь идёт речь о том, что под этой символикой могут скрываться военные. Например, перевозят грузы. Опять же, здесь нет доказательств, но, опять же, украинцы обвиняли Российскую армию, что под гуманитарным грузом, который был, там была перевезена военная техника. Но обратите внимание, что на тех машинах не было вот этого символа. То есть, видно, наши побоялись, поопасались, что если мы будем использовать этот символ и нас застукают, то это будет очень неприятно. То есть, пока я не видел нарушения этих правил, явного нарушения этих правил вот в этой войне. То есть, ни на госпиталя, ни на машины, ни на машины госпиталей, ни на машины Красного Креста нападений пока не было. Такой еще вопрос. А вот у миротворцев, у них же UN стоит, да? Или нет? Да. Нет. Если это миротворцы ООН. Вот эти, в принципе. Ну да, 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 да. Здесь идея такая, что у ООН есть такая полномочия направлять миротворцев. Вот если они направляют миротворцев, то тогда на машинах этих миротворцев стоят вот эти бутылки. И на них запрещено нападать. А миротворцы над какой-то определенной стороны? Здесь там, они контингент, они готовят контингент и могут поручить тому или иному государству. Но они тоже, получается, при территории моего государства тоже не должны подвергаться на них? Да, да. Но они, например, если бы в Украине было, ну, в данном случае, миротворцы ООНовские, конечно бы ни россиян, ни украинцев туда не включили. Включили бы третье государство, там Голландию, Францию, ну, до кого бы договорились. И вот у них могло быть вот это ООН, но они не имеют права вести военные действия. А они просто бы наблюдали? Они бы как разделительные люди. То есть, если был бы мир, уставился бы мир, они встали бы между воюющими государствами, между воюющими сторонами. Но сами военные действия не ведут, но по ним стрелять нельзя. А если по ним стреляют, то они кусают ООН? Да, ООН в качестве самообороны. Но это уже очень жесткое наказание, если стрелять по городу. Я думаю, что фу, это не на район. А то изменения имеются. Хорошо. И последнее, пятое. Корреспондент. 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 Это люди определенной профессии. Они медиаторы. Они получают, они посредники им информации. Они получают информацию и передают своим потребителям эту информацию. Они не комбатанты. Они, то есть, они, но они как бы прикрепленные к армии. Они следуют рядом с армией. Их нельзя назвать мирных жителей, но они не комбатанты. И на этих, соответственно, на корреспондентов нельзя нападать. То есть, вести, убивать их нельзя. Но появляется соблазн. Соблазн. У некоторых комбатантов надевать, мимикрировать под корреспондента. И затем, мимикрируя под корреспондента, говорить, а что это на меня нападают? На меня нельзя нападать, я же корреспондент. Но сами они корреспондентами являются. Я продемонстрирую сейчас вам еще один видеоролик. В трех группах я его демонстрировал. Продемонстрирую еще раз. И дам все-таки свое видение ситуации, которая есть. Я не собираюсь обвинять пореченному в совершении международных преступлений. Я выскажу свою гипотезу. Итак, гипотеза такая. Смотрим на титул. Из этих титулов мы видим, что этот человек находится в театре военных действий. То есть в этом аэропорту сейчас идут война, идут обстрелы с украинской и с российской стороной. Там они борются за этот аэропорт. И он там в это время на боевых позициях. То, что я буду сомневаться, я буду вам говорить. Я сомневаюсь пока, что он на боевых позициях. У меня есть сомнения. То, в чем у меня нет сомнений, я вам скажу, что хочу. Я прошу включить дальше. И посередине. Я не обратил внимания, но один из вас на занятие на это обратил внимание, потом проверил действительно. Посмотрите, одет он не совсем так, как окружающие его военные. Военные одеты в зеленку, так называемую. Да, у них зеленая форма. Зеленый бронежилет и зеленые каски, обратите внимание. У него синяя каска и синий бронежилет. К сожалению, я не смог идентифицировать у него какие-то знаки. То ли фирма, то ли название. Есть и на бронежилете, есть и на каске сбоку. Если что, что посмотрим. То есть, это говорит о том, что он в данный момент идентифицирует себя не как военный по форме. Это не форма военного. И он мимикрирует под кого-то другого. Чуть позже я пока покажу под кого-то другого. Такая же будет каска у нас при другом видео, где уже корреспондент Первого канала. Ходит по третий этаж. То есть, тут я предполагаю, что это форма корреспондента. Хотя и де юра это не закреплено. Эта форма не где-то оближе. Какого вопроса по поводу вы приговорили какие-то наклейки на что наказать, что бронежилет? Давайте, я прошу, сейчас посмотрим. На бронежилете, да? Это, можно сказать, логотип российской компании «Форн-технология», которая специализируется на производстве средств для индивидуальной бронезащиты. То есть, это бренд? Брендовый знак? Да. Что там, что там. То есть, всё, спасибо. То есть, это не определяет его, только цвет пока у нас, у нас есть подозрения по цвету. Ну, потом по цвету, в принципе, тоже могу высказать, что у них линейка не использует камуфляж. То есть, они не используют камуфляж? То есть, это подразумевает средства безопасности для спецурок, либо для индивидуального ношения, ну, под спецназ. Именно городского типа. И вообще армейский. А, то есть, не на войне, а для разрешения внутренних там загружников? Либо для скрытого ношения, то есть под рубашек. Именно поэтому такие цвета используются. Хорошо. Пожалуйста. Вот, добавить у всех бойцов в зазовые ворота, про наши члены войну. Ужас есть. Бараллели, нет, всё по-другому. Ну, война. Вам уже пострелять давали, ребята, с чего-нибудь? Ну, я уже настрелялся, ещё с восьмого года. Нет, здесь я имею ввиду. И здесь пострелять. Пострелёшь, да? А? А с чего хотели бы? Ну, если что, проблем с этим нету. Так что, приехали, поддержать, чтобы знали, что там много людей с нами. По-настоящему переживают, волнуются. По-настоящему смотрят. Ну, здесь он взял в руки оружие. Ну, здесь он взял в руки оружие. Видно. Мне кажется, здесь это бесспорно. Есть споры по поводу, холостой или нет. Я не военный, но обратите ваше внимание на вот это. Это пуля. Насколько я понимаю, холостые патроны, в холостых патронах пуль нет. Там обычно белые отметки висутки. Нет, нет, нет. В холостых патронах идёт просто заглушка. И откуда у них там они пусть холостой? То есть, есть такое мнение, что он выдвинул потом несколько теорий, почему он это всё делал, что он стрелял в холостые патроны. В данном случае, я считаю, что доказано, что он стрелял в боевые патроны. В данном случае это не так. Всё, спасибо. Какой мой вывод? Предварительно вывод с точки зрения, может быть, международника точно тот, кто, может быть, будет участвовать в этих процессах. Я считаю, что в данном случае Пореченков является международным действием. Что он совершил? Это симуляция. Симуляция под корреспондентом. Ну, по крайней мере, или не под корреспондентом, или под некомбатантом. Потому что он, находясь в театре военных действий, взял оружие. И даже если он стрелял в обратную сторону, да, например, там действительно где-то что-то типа пристрелочные вещи, но одев средства защиты, средства защиты не военных, а других лиц, он тем самым мимикрировал. И тем самым совершил преступление. Ну, почему и как он совершил, я думаю, что его самого подставили. У меня такая идея родилась, потом я посмотрел. Я понимаю, что Пореченков, ну, интеллектуально может не знать международное право, и куда он поехал, он не совсем понимал. Но у меня такая идея, вот на этой каске он даже, я согласен, что он, может, даже не видел, что написано прессой. Видите, буквы? Там написано прессой с обратной стороны. Я даже допускаю, что он не видел. Ну, представьте себе, если бы прилетела обратка. Что такое обратка? Украинцы бы накрыли это Катюше. Катюше, такое у них свойство, они разрывают тела вообще. Видите, как у него крепко каска держится в голове. Представьте себе, ему оторвало бы голову. И наше телевидение показало, как нашего любимого актера, на которого надета каска пресса, убивают в противоположных странах. Я думаю, что была, ну, может быть, это не конечная была идея, но такая, судя по постановке этого всего, это был бы идеальный вариант для тех, кто это запланировал. Они идеальные, он участник, он косил под условно, да, используя сленг такой, под некомботанком. Самым-то таковым являлся. И его можно было убить на месте. С точки зрения международного права. Он подставил очень многих. И теперь, мы дальше чуть будем говорить, журналисты находятся там под угрозом. Потому что никто, надев вот этот синий, синяя, это ни о чем говорить уже не будет. Не будет говорить о том, что в них стрелять нельзя. В них можно стрелять. Потому что есть такой наш актер из сериалов, который приехал и пострелял из Китерса. Я не понял, что за это не будет. Вот, пожалуй, все по вероломству в формате симуляции. Пожалуйста, какие есть вопросы, может быть, соображения ваши. Продолжение следует. it all til... Porque я gedacht, что нужно идти в systematic Monate к миру, в этой ныне серии с skeletными, я не Checker. Продолжение следует...